Во-первых, позвольте сказать, что это привилегия быть здесь. И я считаю это привилегией, возможность общаться с вами. Пастор уже немного объяснил что-то из моей предыстории. Я бы не осмелился говорить с вами так, если бы я не знал, кто вы. Три недели назад я был в Израиле. И я общался там с евреями, выходцами из Украины. И там были те, кто пережил Холокост. И такие люди собираются даже там, тысячами. Потому что у меня есть нечто, чем я могу поделиться с вами. Чем-то реальным. Частью моей жизни, вы знаете, свыше 50 лет. Ваши люди и Украина были частью моей жизни. И это так много значит для меня. Украина настолько важна. И Бог заботится о вас. И из-за моих длительных связей с вами здесь. Вот поэтому я организовал этот национальный день молитвы. Потому что я верю, и церкви верят, что единственное реальное решение всех ваших проблем здесь — это только когда ответит Бог. Я знаю, насколько огромные проблемы стоят перед нами. Я понимаю, что большинство из вас — беженцы с востока Украины. И я много лет служил и работал на востоке Украины. Мне очень сильно вспоминаю есть о Донецке, Макеевке, Луганске. И один из пасторов, который погиб, был моим другом. И его застрелили, его и двух его сыновей. Поэтому, да, я понимаю. И я знаю, как много пострадали некоторые из вас. И поэтому так важно, и первая весть Евангелия Иисуса Христа с того момента, когда было возвещено рождение Иисуса. И какая была эта первая весть? Мир. Мир на земле. И человеком благоволение. И это весть Евангелия. И говоря о Евангелии, я говорю о хорошей или благое вести. Потому что весть, которая есть у нас, и весть, которую несет Церковь мир, это хорошая или добрая весть. И это мир. И вещь, о которой говорить сложнее всего, это прощение. Я работал не только в БСС, но и во многих других странах. И я помню события, произошедшие в Румынии. Буквально через несколько дней после того, как был коснен этот ужасный диктатор Чаушеску. И во времена правления Чаушеску происходили ужасы разнообразные. Их тайная полиция ужасно обращалась. И я был на футбольном стадионе. И я говорил о любви Божьей. И я делился этой базовой вестью Иисуса. И вы должны понять, что весть Иисуса — это прощение. Прощение для нас. Но то, что Иисус сказал, было настолько простым. Если мы хотим обрести Божье прощение, то мы сами должны простить. И я никогда не забуду, тысячи людей были собраны там, на стадионе. И я сказал людям, да, пришла свобода. Но, глядя на стадион, я знаю, что многие из тех людей, которые сидят рядом с вами, это офицеры секуритате, тайной полиции Румынии. И я сказал людям, многие из вас потеряли своих сыновей, своих мужей, и членов своих семей. И одна из трагедий Румынии была в том, что там были сотни тысяч детей-сирот. И я должен сказать вам что-то очень сложное. Если ты хочешь обрести мир в своем сердце, если ты хочешь получить прощение, то тебе или вам нужно простить даже вот этих офицеров тайной полиции. Моим переводчиком тогда был молодой парень. Он не мог произнести такие слова. И я не знал его прошлое. Я не знаю, кого из его родственников жестоко убили, возможно, в тюрьме. Я только знал, что когда я обращался к тем тысячам людей, говоря им, что вам нужно простить, мой переводчик просто разрыдался. Он не мог это сказать. Но пастор церкви, который присутствовал там, он понимал лишь немного по-английски, но он знал, что было у меня на сердце. И он взял перевод в свои руки. И только тогда люди смогли понять, что это значит прощать. И вы знаете, это самая первая проповедь Иисуса. Прощение. Да, я хочу прочесть вам из Библии. И это простая история, отрывок из Матфея 9-й главы. И в 2-й главе он говорит, что они принесли к Иисусу человека, влеченный от болезни, лежит на крови. И Иисус, видя веру, который принесли его, говорил к Иисусу, что он влеченный человек, «Быдь, радуйся, потому что ваша 죄на Иисус. Матфея 9-й глава со 2-го стиха. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Иисус же, видя помышления их, и позвольте напомнить вам, когда вы сидите здесь и слушаете Меня, Иисус читает то, что у вас в уме. Это не психология. Представьте себе, Он может читать, что у вас в разуме. Потому что здесь так сказано. И Он тогда сказал этим религиозным лидерам, «Почему вы мыслите худое?» И позвольте задать вам вопрос, «Что же проще?» Сказать этому больному человеку, «Будь исцелен, встань и ходи». Или сказать, «Будь в спокойствии, потому что твои грехи прощаются». Нет, я не хочу, чтобы вы сейчас для меня отвечали на этот вопрос. Я дам вам ответ. Только Бог способен простить грехи. И только Бог может принести мир в твое сердце. Никто другой. И вы видите, это весь вопрос всей этой проповеди. Так сложно тебе и мне порой простить. И знаете, довольно странно, что я так сильно люблю Украину. Почему? Потому что это был украинец из Ужгорода, который был ответственен за мой арест и за то, что я оказался в тюрьме. И достаточно странно, но уже много лет спустя. Потому что меня арестовали уже больше 40 лет назад. 45 лет назад. До того, как вы родились вообще. Но странно вот что. Однажды я проводил евангелизацию, уже после того, как пришла свобода. И одна женщина увидела мою фотографию. И она сказала, я знаю этого человека. Мой муж арестовал его. И я был в Ужгороде. И эта женщина говорит, мой муж арестовал его. Но она сказала, но сейчас я верующая. И я в тот вечер ночевал в квартире ее сына. И я узнал, что произошло с тем человеком. Из-за того успеха, который он получил, арестовав меня. Помните, я был врагом номер один государства в Украине. Они отчаянно хотели меня поймать. И что произошло? Его продвинули по службе. И ему дали большой финансовый бонус. И ему дали важную позицию. И это ударило его в голову. Он стал алкоголиком. Его выгнали из КГБ. И все стало настолько плохо. И жена его оставила. И сейчас я узнал, вот я там. И я ночую дома у тех, которые арестовали меня. И жена обрела мир с Иисусом. И их сын он также обрел мир с Иисусом. И я смог простить от всего сердца. Я мог простить. Я люблю Украину. Потому что, что бы там ни было, я очень люблю Украину. Но какая трагедия. Смотрите, что случилось с тем, кто арестовал меня. Он потерял свою работу. И он стал алкоголиком. Он потерял жену. Поэтому понимаете, я люблю Украину. И в моем сердце есть мир. Но тот человек, который арестовал меня, да, он стоит пред Божьим судом. И он потерял все. Разве это не показывает нам силу Евангелия Иисуса Христа? Вы понимаете, почему за этот период, за эти 45 лет, я настолько близко и тесно отождествился с Украиной. И вот поэтому я верю, что у меня есть определенное право, чтобы общаться с вами. Я знаю трагедии, которые в вашем сердце случились. Но вы знаете, я говорю о себе. Но я хочу очень кратко поговорить о ком-то еще. Для так многих людей, кто такой Иисус? Вы знаете, кто он в Британии? Для большинства имя Иисуса это самое распространенное ругательство в Англии. Можете себе представить? Это шокирует. Почему? Потому что они не знают, кто это. Дети, которые в школе, они никогда в жизни, возможно, не видели Библию. Большинство никогда не ходило в церковь. Они не знают, кто такой Иисус. Может быть, ты не знаешь, кто он такой. Но я могу рассказать очень просто. Он сын Всевышнего Бога. Да, мы знаем, кто такой Бог. Whatever they teach you in school, I did not evolve. my mother was not a monkey and my father was not a fish. и моим отцом не была рыба. God is my father. Бог, мой отец. God created me. Бог создал меня. настолько, что когда Иисус говорил, что он сын Божий, люди говорили ему, if you are God's son, покажи нам отца своего. Well, that's very important to Ukrainians. Because most of you are known by your father's name. Потому что большинство из вас зовутся не только по имени, но и по отчеству. по имени отца. Да? So you know who your father is. Поэтому вы знаете, кто ваш отец. So what they said to Jesus, if you are the son of God, show us your father. Why? 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 Because when he came, God sent his son. But he didn't live in a mansion. He didn't have a house like your president. Or some of the other people in the Ukraine. у некоторых других в Украине. He didn't drive a Mercedes. Он не ездил за рулем Мерседеса. You know what it said of Jesus? He's born with the animals in a stable. Он родился в хлеву среди животных. He had no home. У него не было собственного дома. In fact, in the 33 years that he lived, he never owned anything. Even his clothes were borrowed. Даже одежда, которую он носил, была с чужого плеча. And when he died, they buried him in a borrowed tomb. What kind of life did he come into? And what kind of life did he come into here? Within months of the birth of Jesus, he became a refugee. No, you didn't know that, did you? вы, может быть, не знали этого? Literally within months of his birth, буквально через несколько месяцев после своего рождения, из-за того, что его хотели убить, he had to leave his home, leave Israel, and live as a refugee in Egypt. Do you feel that you are a refugee? Well, you'd feel very much at home if you were talking to Jesus. But when he came back, what did he come back to? The whole of his nation, Israel, were living under communist control. Well, not quite, but it was the Romans. And they weren't much different to the communists. So he lived in a conquered, controlled land. You know, I, when I was put in prison, obviously, one of the questions I asked, why am I here? I had done no harm. I hadn't committed any crime. I was only preaching the gospel and bringing hundreds of thousands of Bibles and so the question is, why? But you know, I understood why. Because only when I was in the prison, two things happened. I was there because I loved your people. why did Jesus come to earth? Because God so loved you, the only way he could demonstrate his love was to send his son to live with you. who was I living with? My best friend in the prison was a murderer. My best friend in the prison was a murderer. I was with every kind of criminals. even drug smugglers. But the strange thing is, I learned to love them so much when I came out of the prison and everybody said, you'll never go back there. I said, the first thing I want to do is go back. because I learned to love those people. You see, I didn't see them as murderers and drug smugglers. I saw them as somebody's husband. Somebody's son. Somebody who was loved and cared for. and they'd made a stupid mistake. But I saw the potential. I saw what God could do. And you know, the exciting thing is because of that, I've seen so many thousands of prisoners in your prisons who have found the love of God and just as I love to speak to you, my work all over the former Soviet Union is being done not by holy men, but men like those that I met in the prison. Because God sees the potential. He doesn't see you as who you are. He sees the person that you could become. and that's what the message of God is. And when Jesus said to this dying man in the story, you see, when he was lying on the floor and his friends brought him to Jesus, why did they bring him? Everybody in that room knew that Jesus could heal the sick. And they expected him to say to the sick man, be healed, get up and walk. And he did it. He says to a dying man, stop being so miserable. That's in my Bible. He said stop being sorry for yourself. Rejoice. Because your sin is forgiven. Because your sin is I want to talk to you about one of my books and it's called God is your father and you are his. You know, the important thing in our life is relationships. And I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God, he's father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important. I want to send this booklet to you and if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your father and I want him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message, on this program, you're able to see and hear the whole of of the message. So I want to encourage you to watch this program. as well,